Представители администрации и городских служб с участием главы Десногорска Андрея Шубина рассмотрели инвестиционное предложение от ООО «Интерком». Директор компании Олег Каравашкин презентовал присутствующим проект реконструкции очистных сооружений и объектов водоснабжения Десногорска. Однако, несмотря на положительную идею самого проекта, присутствующими была отмечена специфика компании «Интерком». Вопросы квалификации, вопросы профессионального подхода, они здесь должны стоять впереди, поскольку есть риски инвестиционные, есть риски финансовые, но мы в данном случае должны иметь в виду рисков жизнедеятельности целого города. Помимо озвученных сомнений в квалификации компании в заявленном виде работ, вопрос вызвала и финансовая надежность организации. Согласно бухгалтерской отчетности, ваш за 18 год у вас, ООО «Интерком» сработано с убытком. Откуда вы будете тогда брать средства? Тем не менее, организации предложено подать заявку на участие в конкурсной процедуре на заключение концессионного соглашения на предстоящие работы. Решение о разработке конкурсной документации было принято в конце января 2020 года. В этой же документации будет определена инфраструктура, требующая реконструкции. Эта работа сейчас уже начата. Поэтому, если вы принимаете решение на участие в конкурсе, то, как говорится, милости просит. При этом конкурсная процедура будет состоявшейся даже в случае отсутствия других претендентов на данный вид работ. Это подтверждено законом о концессии и действующим законодательством. Если кроме ООО «Интеркома» других претендентов не будет, естественно, конкурс объявляется несостоявшимся и договор заключается с единственным участником.